Нашу программу. Сегодня мы будем обсуждать этот конкурс, который уже... Да, дитя-то встречен, да, то есть, который уже тут многие присматривали, правильно, да? Увидели. И вот, в конце, правда, мы слева, надо сказать, каратского человека. Вот. И сегодня мы будем с вами поделать конкурс, и сроком будет до 10-го дня. Участникам требуется что сделать? Дорегистрироваться, попытаться принять участие в этом конкурсе. А нам, Советполитически, нужна обратная связь о том, как вам зовут, как вы хотите. Ну, не отдачу еще эту дебаншу, потому что, я все раз таки, наш программ продолжается за счет того, что мы отчитываемся, что у нас будет там все в порядке, и мы сейчас не будем. Поэтому, да, только подписаться, 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 если вы достигаете какие-то результаты, ну, просто, сомните эти решения, то есть, их отправляете на сайт, пожалуйста, делайте из камешоты в ваших рейтингах, да, чтобы мы могли тоже отчитаться, что вот наши участники курса, пусть и не первое место заняли, в топ-500, так скажем, как там Forbes, Fortune, топ-500, ну ладно. Сегодня мы посмотрим с вами данные конкурса, это будет такая техническая, некая техническая работа по обработке данных в Python, по работе с различными форматами данных, то есть, с дейте-фреймами, в принципе, разберем на примере вот этого решения, которое предлагает сама платформа, да, то есть, организатор конкурса. Я надеюсь, вы посмотрели, здесь данных не так много, я имею в виду описание конкурса, оно достаточно краткое, то есть, здесь у нас есть какие-то обезличенные исходные данные, то есть, сведения о множестве пользователей, собранные какие-то данные различного характера, то есть, это категориальные, количественные данные, мы посмотрим, да, какие они там есть, ординарные, в том числе, и необходимо на выходе предсказать наличие или отсутствие того или иного фактора, или как характера, ну, вот сейчас посмотрим, там подробнее описано, я думаю, сейчас не будем просматривать подробно правила, приведено вознаграждение, сроки достаточно сжаты, но и конкурс вроде как, задача не очень сложная по первому взгляду, да, то есть, ну, и данных немного, потому что иногда даже вот на этой площадке, я помню, были данные гораздо большего объема, мы даже помните, когда на ONF, когда сидели там порциями, пытались их загружать, то есть, там, с этим были определенные проблемы, даже с объемом оперативной памяти, в этом случае все проще, оценка по стандартной метрике ROC-AUC для каждого из пяти свойств характера, да, на выходе у нас для каждого пользователя необходимо оценить пять свойств характера, ну, и, собственно, сами данные, я вот писал, что желательно их скачать, но они небольшого объема, можно их в любой момент и через мобильный интернет скачать, тестовая выборка, обучающая выборка, пример решения, да, в формате CSE, я надеюсь, что большая часть из вас знает, что это за формат, сейчас пару взглядов бросим на данные, ну, и файл baseline, собственно, в формате iPad и ноутбук, то есть, в принципе, сами организаторы нам, ну, как бы, таким образом предлагают решение, так сказать, делать на Python, ну, в принципе, можно было с тем же успехом делать на ARP, пожалуйста, да, просто нужно соблюдать формат, то есть, никто не требует, на самом деле, да, я не вижу здесь условия, чтобы обязательно Python был, Ага, а, да, а там условия не сказаны, да, там какой язык, по-моему, ограничений нет? Нет, конечно, да, я тоже думаю, да, ну, исходники, да, они могут потребовать у тех, кто занял призовые места, потому что, как и очевидно, цель организаторов – это получение каких-то решений рабочих, да, в частности, исходных файлов, давайте посмотрим данные, вот наша обучающая выборка состоит из трех наборов данных, вот, в файл-формате CS-V, давайте, если мы откроем их в виде таблички, мы увидим здесь вот такой формат, сейчас мы еще через IPython загрузим, здесь ряд колонок, здесь числовые данные представлены, идентификатор пользователя, ну, здесь даже менее удобно, наверное, сейчас будет их анализировать, нежели, например, в Пайдене. Ну, я не буду все остальные открывать, если мы посмотрим Y, кто куда, то есть, как и говорили, как было сказано на сайте конкурса, вот, для каждого ID-шника, здесь у нас предлагается оценка наличия или отсутствия того или иного качества характера, то есть, фактически, ну, как вы знаете, прекрасно, да, то есть, в алгоритмах обучения с учителем, в обучающей выборке у нас есть уже готовые ответы для каждого сэмпла, для каждого примера обучающей выборки. Давайте откроем бейзлайн-решение. Я надеюсь, ни у кого не возникло проблем с установкой анаконды, да, это, наверное, наиболее простой способ сразу поставить это на дистрибутив, и у вас там ставится и Python, и AR, и у вас есть возможность работать с виртуальными окружениями, и сразу и битерной бук у вас останавливается, у всех получилось, да, нет проблем с анакондой, да, кто-то, может быть, пошел по более сложному пути, стал ставить отдельно Python, отдельно в библиотеке, отдельно в репритерную бук, ну, разные способы есть, но сам простой анаконда. Так вот, такой веб-интерфейс у нас, в котором мы можем работать с кодом в таком интерактивном режиме, это, конечно, не ADE-шка, не интегрированная среда разработки, но для анализа данных очень удобный формат. Давайте откроем. И здесь первый взгляд давайте бросим на библиотеки, которые используются в данном решении. Большая часть из этих библиотек уже предустановлена в дистрибутиве анаконда, то есть мы видим здесь стандартные библиотеки NumPy, в которых реализованы численные методы, методы работы с векторами и с матрицами, то есть линейные алгебры. Дарья, библиотека Matplotlib для обостроения графиков, библиотека Pandas для работы с структурами данных, которые называются DataFrame. Как и в R, так и в Python структурированные данные представлены именно в виде таблиц, которые располагаются в памяти оперативной, то есть достаточно быстро можно с ними производить операции. Ну, у них определенный синтаксис, у методов работы с такими данными. Далее вот из тех, что не входит в анаконду, библиотека Seaborn нужно было поставить. Далее потом библиотеку и Jibus. То есть в принципе две библиотеки необходимо доустановить, которые не входят в анаконду. Далее посмотрим пакет SkyPy. Содержит различные реализации численных методов, решение задачи оптимизации. Вот здесь я смотрю, компортируется под модули работы с разряженными матрицами, какие-то статистические методы. Далее из модуля линейной алгебры метод SVD, да, это же сингулярное разложение матриц, по сути, да, SVD-разложение. А библиотека Seaborn, очень, кстати, мощная и удобная библиотека, в которой реализовано же множество алгоритмов, моделей машинного обучения, если речь идет о структурированных данных. То есть если пока мы не рассматриваем анализ изображений и анализ текста на естественном языке, то вот для анализа структурированных данных в табличном виде, который представлен в библиотеке SKKITLEARN, реализованы методы регрессии, да, линейной логистической, методы пластеризации. Там очень удобные, кстати, есть методы по работе с датасетами. Там уже есть набор демонстрационных датасетов, которые можно использовать для изучения различных моделей и для демонстрации. Более того, там есть инструменты для генерации датасетов по различным параметрам. Вот в прошлом году мы немножко этого касались, очень удобно. Например, вы сравниваете несколько моделей классификации, да, и вы можете сгенерировать датасеты требуемой формы и посмотреть на их работу моделей на этих бета-сетах. Далее здесь используется модель, да, RANDO FOREST, классификатор, да, это случайные леса в основе деревьев решений. Ага, ага, да, здесь. Метрики F1, ЛКУ. Здесь у нас для механизмов кросс-валидации под модуль используется Model Selection. И вот напомню, что есть разные способы оценки точности модели, ее, так сказать, качества, и есть удобный механизм кросс-валидации. Мы, наверное, о нем отдельно будем еще говорить в какой-нибудь теоретической лекции, наверное, и на практике отдельно будем показывать. Но сегодня даже, может, мы и не дойдем до построения модели. Я хотел бы сегодня показать, как работать с данными, то есть как вообще их вытащить, так скажем, да. Давайте посмотрим. Ну, напомню, да, что когда мы работаем с Юпитерного ДОК, у нас исходный код размещается в ячейках, в CELS, да. В каждой ячейке может содержаться множество строк. Может быть, одна строка всего. А ячейки могут быть различных типов. По умолчанию создаются ячейки типа код, то есть для хранения исходного кода. Но ячейки также могут быть типа markdown, например, да, это разметка. То есть мы можем в этих ячейках помещать какие-то описания в таком гипертекстовом формате, то есть как-то можно оформлять красиво, да, даже формулы можно вставлять. Вы, возможно, видели или еще столкнетесь с тетрадками Юпитерного ДОК, которые достаточно красиво оформлены, с каким-то текстовым описанием, с иллюстрациями, с картинками, с формулами. Это вот можно с помощью ячеек markdown. Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас ячейки пронумерованы. Для того, чтобы выполнить ячейку, нужно либо на панели инструментов выбрать кнопку run, запустить. Да, мы видим сейчас, что у нас в квадратных скобках на некоторое время высвечивалась звездочка, что означает, что завершение еще, ну, выполнение не завершено, то есть какие-то операции могут выполняться длительное время, например, обучение моделей, да, и подобное. Ну, вот здесь библиотек достаточно много, и их загрузка заняла какое-то время, то есть это мгновенно произошло. Также, наверное, удобнее запускать или выполнять код ячейки с помощью клавиатуры, это комбинация control-and-per, да, то есть вот мы находим сейчас в ячейке номер 2, и control-and-per нажимаем, и видим, что она напрямую у нас мигнула, строчка – это значит, что данный код выполнился. Ну, здесь, в принципе, переменные присваивалась строковая константа. Это, по сути, путь, где лежат наши данные, да, если мы еще раз откроем папку, мы увидим, что здесь, в папке, где находится наш Python-файл, тетрадка наша, да, есть две папки test-training, стандартная практика, размещение данных в отдельных папках. Вот они, да. Ну, и в данном коде все предельно просто, да, то есть создали путь, далее, следующий шаг, мы читаем с жесткого диска данные обучающей выборки, используется алиас или псевдоним модуля Pandas, да, сокращенно, PD, если мы посмотрим, я хочу сразу оговориться, что уровень подготовки у наших слушателей разный, да, у кого-то больше, тоже не первый год приходит на наш курс, кто-то совсем с пришел, поэтому придется нам как-то средний, средний такой уровень подачи материала, то есть некоторые вещи базовые будем разбирать, ну, если потом у кого-то и все равно после этого останутся какие-то вопросы, вы можете их задать, либо после нашей встречи, либо потом в Телеграме спросить, может быть, в сообществе в нашем вам ответят, там уже достаточно большое количество участников в группе, да, уже 137, по-моему, сегодня было, поэтому да. когда мы импортируем какой-то модуль, мы можем присвоить ему алиас или псевдоним, здесь очень часто в задачах анализа данных можно увидеть такие сокращенные записи, ну, программисты, народ ленивый в хорошем смысле и, в принципе, удобно использовать алиасы. здесь используется метод модуля pandas.red.csv. что такое, еще раз CSV-файл, напомню, это человекочитаемый файл, то есть он, в чем его плюсы? в принципе, CSV-файлы можно создавать вручную с помощью любого текстового редактора, даже можно просматривать или редактировать CSV-файлы с помощью любого текстового редактора. если мы откроем с помощью блокнота, например, да, вот текстовый редактор, мы увидим, что это просто обычный текст, но он имеет определенную структуру, во-первых, очень часто, что первая строка в CSV-файле является заголовком, да, то есть мы, если посмотрим, вот здесь у нас поле ID и пошло, да, здесь просто название полей, ну, как бы номера просто стоят. Ну, и дальше со второй строчки начинаются сами данные, то есть одна строка – это один образец, один объект. Каждый столбец – это признак, то есть напомню, что когда мы анализируем структурированные данные в машинном обучении, мы работаем с матрицами объекта-признаки, да, по строкам у нас объекты, по столбцам у нас признаки или фичи. Ну, вот такие данные здесь в качестве разделителя полей используются запятая. Ну, иногда используются другие символы, например, точка запятой или символ пабуляции, и можно указывать разделитель в методах чтения CSV-файла, да, но по умолчанию здесь, в принципе, он запятую нормально распознает, и мы указываем только путь к данному файлу. Пути у нас используются относительные, то есть так как сам файл у нас лежит уже в определенной папке, мы от этой папки, как от отправной точки, находим под директорию, в ней уже размещены вот эти три исходных файла с данными. Да, да, да. Разделенные запятыми, comma, surprise, файлы, спасибо. Действительно такая аббревиатура, но несмотря на слово comma, запятая, да, встречается очень часто и точкой запятой, и табуляцией. То есть на это нужно обращать внимание. Если, например, у вас при чтении CSV-файла возникла ошибка, то вы должны открыть сам файл в тексте, вы как-то и посмотреть, какой там разделитель используется, есть ли заголовок, да, и настройте эти параметры, да, потому что если мы загуглим по данному методу, мы увидим, что здесь есть дополнительный параметр, например, можно указывать, видите, кучу-кучу оказывается параметров, чего только нет, да, вот делиметр, например, да, то есть, а, вернее, вот, сепарейтер, разделитель по умолчанию запятая, как мы видим, да, но можно поставить и другой символ, можно указать, есть ли заголовок в файле и так далее. Но не будем углубляться, в большинстве случаев эти параметры не нужны, то есть вот, есть, да, потому что иногда в CSV-файлах нет заголовков, вот, вон, прошлая задача у нас такая была, да, что на нашей лиге заголовка. Итак, давайте выполним этот код, здесь, в принципе, однотипные четыре строки, да, считаются в файле, и на выходе данного метода формируется data frame, сейчас мы дойдем до работы с data framing, вот я скопировал из данных в конкурсе, здесь мы посмотрим, здесь у нас приведено, да, чтобы было удобно читать. В первом файле у нас содержится 26 колонок, сейчас мы, кстати, научимся определять размеры исходных данных, вот у нас есть первая колонка-идентификатор пользователя, это, как правило, некий суррогатный ключ, так скажем, да, то есть порядковый номер, там, в общем, уникальный однишник. И остальные 25 колонок у нас содержат количественные, бинарные, категориальные переменные, как вы помните по прошлому занятию, фичи или признаки могут, ну, вообще данные могут быть различных типов, вот Ирина Александровна вам рассказывала о качественных и количественных данных, причем они тоже подразделяются на подтипы, то есть порядковые, номинальные и так далее, да, и мы по данным увидим, в принципе, какие данные являются бинарными, какие количественными, какие категориальными. Далее, второй файл у нас содержит всего два столбца, первые это ID-шники, здесь идентификация сквозная, то есть я не совсем понимаю, зачем такое разделение было сделано, может, это намеренно было сделано, может, просто так данные собирали, да, там, ну, можно объединить, в принципе, если есть необходимо, может быть, да, на каком-то этапе мы их объединим, и в третьем файле у нас содержится 453 столбца, помимо ID-шника это 452 столбца с количественными данными, ну, и в таргете, то есть, ну, как правильно сказать, в Y-ке наших обучающих данных у нас содержится для каждого ID-шника, собственно, значение для каждого из пяти класса, да, бинарные термины, 0 или 1, ну, что же, давайте посмотрим вживую, так скажем, да, мы считали эти данные, я вот, на всякий случай, сюда тоже маркдаун ячейку поместил, описание этих данных, ну, прежде всего, кто-нибудь не знает, вот у нас у дейта фреймов, как и у списков, как у матриц, есть такое свойство, как шейк, это размерность, размерность дата фреймов, вот обратите внимание, что после свойства шейк у нас нет круглых скобок, то есть, это не метод, это свойство, я надеюсь, что многие из вас, большая часть, знакомы с объектно-ориентированным программированием, все равно, занимаясь анализом данных, нам волей-неволей приходится заниматься программированием, и даже если вы не планируете быть программистом, а планируете быть аналитиком, в каком-то объеме вам придется с этим работать, ну, это не страшно, это не сложно, сейчас, даже вот, когда Барак Обама был президентом США, в день программиста проводилось всеобщее написание кода, и он на джава-скрипте написал какую-то простую программу, которая там выводит текущую дату-время, так что он уже и с юридическим образованием, так что, в принципе, если он смог, я думаю, любой сможет, ну, как бы, тем более, студент с технического языка, я ничего плохого не хочу сказать про него, но, тем не менее. Давайте посмотрим, я думаю, что очевидно, что метод принт выводит данные на печать, на экран, мы видим, что у нас вот эти исходные данные представляют собой двумерные массивы или мантрицы, и размерность отображается в виде вот таких кортежей, в смысле, в виде двух чисел. Первое число – это количество строк, и второе число – количество столбцов, то есть мы видим, что у нас в первом нашем файле 4 тысячи строк, 4 тысячи примеров, сэмплов, 26 колонок, да, одна колонка – одишник, остальные колонки у нас содержат, как мы видели, количественные бинарные категориальные перемены, сейчас мы посмотрим эти данные и определимся. Во втором файле у нас, видите, большое количество бинарных, а, это категориальные данные, по-моему, да, во втором, там большое количество категорий, кстати, содержится, вот у нас аж 462 тысячи строк, на самом деле, для задачи анализа данных не так много, и в третьем файле у нас тоже 4 тысячи строк содержится, но 453 столбца, то есть, как мы, наверное, поняли, ну, кстати, не факт, что у нас 4 тысячи пользователей, там могут быть дублирования, кстати говоря, можно тоже этот момент изучить, ну, и так, мы с вами вывели размерность наших осводных данных, у нас уже какое-то представление есть, далее давайте научимся, посмотрим, у нас вот это фрейма, и как у списка есть метод head, который без параметра, если мы его, вот, пустые круглые скоки оставим, он выводит, сколько строк, кто помнит, первые 5 строк выводит, да, мы видим первые 5 строк, нумерация с нуля, в данном случае, здесь не все колонки отображаются, мы видим название колонок вверху, вот, в таком форматированном виде, здесь видно, что некоторые колонки являются целочисленными, а некоторые колонки являются, содержат вещественные числа, некоторые колонки содержат бинарные значения, ну, или один, то есть, в принципе, как и было сказано, ну, что же, как еще можно посмотреть первые несколько строк, можно указать, кстати, меньшее количество или большее количество, 3 строки, 10 строк, метод можно использовать другой синтаксис, по сути, можно использовать квадратные скобки, в этом случае можно индексировать датафрейм, как список или как массив в питоне, в данном случае, вот, мы используем такой синтаксис, это операция, которая называется срез, да, то есть, мы используем срез списка, можно написать один, двоеточие, три, либо написать таким образом, да, то есть, видите, результат разный у нас, у нас, напомню, написация, кстати, с нуля в питоне у списков массивов. Так как питон является языком сверхвысокого уровня, то эти данные, структуры данных называются не массив, фасписок, да, лист, это вот в языках, там, UC, например, Java, называть массив, в питоне и, например, в других аналогичных языках это списки. Итак, мы посмотрели первые три строки, также большее количество строк смотреть, можно какой-то диапазон, необязательно, кстати, с нуля смотреть, можно с десятой по двадцатой строк, например, посмотреть, мы видим, да, что у нас во втором нашем файле содержались всего две колонки, альдишники и, судя по заявлениям организаторов, это у нас категориальный признак, поэтому, а почему отображается таким из большим числом? Ну, вероятнее всего, это коды категории каких-то, да, которые для нас не раскрываются, но, тем не менее, ну, это, по сути, у тех, у кого есть полный доступ к данным, скорее всего, у каждой категории, ну, что-то значит, да, то есть мы можем, или что, да? У меня вопрос о чистоту, а, ну, сейчас посмотрим, да? Ага, да-да-да, да, можно, кстати, посмотреть, вы скажете тогда, да, что, ну, давайте, можно, кстати, с конца смотреть, вот, в данном случае, вот, третий файл, и смотрим последние три строки, давайте я там комментарии напишу. Да, можно, кстати, и тейл использовать, давайте попробуем, да? Кроме хэп, есть, например, экстрим, тейл, хвост, да? Да, вот последние, по умолчанию, пять строк, можно три строки вывести, да. Да, да-да-да, очень, кстати, похоже, в принципе, в R похожий синтакси, в смысле, синтакси, конечно, отличается, но название некоторых методов похоже, да-да-да. А, да-да, они действительно портированы, вот ggplot, например, он изначально написан код R, а в Python портированы, и в Python тоже есть некоторые библиотеки, да, аналогичные. Ну, мы видим, что у нас в третьем файле, в третьем пуске данных для каждого объекта содержится большое количество колонок, 452 колонки, содержащие числовые данные вещественные. Теперь давайте посмотрим типы данных. Для этого есть свойства ID-types, да, типы данных. Давайте я в комментарии напишу. Если мы посмотрим, мы увидим, что для каждого, для каждой колонки указан тип данных, ну, для первого набора это целочисленные данные. Кстати, ID-шники тоже у нас целочисленные. И у нас есть несколько вещественных колонок, и остальные тоже целочисленные. Там дальше, если мы посмотрим сейчас, я думаю, с этим все понятно, метод info позволяет посмотреть сводную информацию. Ну, я думаю, я в комментарии напишу, но это очевидно, да. Такую некую общую статистику вводит данный метод. Мы видим, что у нас 4000 записей, индексируется от 0 до 3099, 26 колонок. И для каждой колонки приводится количество ненулевых значений. На самом деле, зачастую в задачах анализа данных, в исходных данных, присутствуют пропуски. Но в данном случае пропусков нет. Я посмотрел, пропусков нет. В принципе, все данные заполнены. А если бы необходимо было, ну, в смысле, если бы были бы пропуски, что-то нужно было с ними делать, я думаю, на одном из следующих занятий, наверное, будет и какой-то теоретический, да. В исполнении пропусков разные стратегии есть. Можно либо отбрасывать строки с пропусками, либо отбрасывать столбцы с пропусками, либо заполнять пропуски на основе различных стратегий. Можно какие-то средние, для числовых, там, это одна стратегия, для категориальных, другая стратегия, для бинарных. Как тебе, да? Да, я думаю, Рина Акцент вам подробнее расскажет на лекции о работе с данными. Видите, это все пока у нас идет. Просто мы смотрим на данные дальше, ну, что тут у нас? Общее количество, то есть мы видим, что у нас вещественных колонок 8, а целочисленных колонок 18. Ну, там, объем данных, как мы видим, небольшой, в памяти меньше мегабайта. Ну, не факт, знаете, здесь, я думаю, некоторые, они... Ага, ну, давайте посмотрим. Ага. Ну, да, да, здесь действительно питон... Вполне возможно, да, что вот эти... Он посчитал как целочисленные, на самом деле, это бинарные, да? Здесь что-то пишут сами организаторы. Количественные, бинарные, категориальные. Да, здесь тоже есть категориальные. Интересно. А у нас это вот эти, вот, минус 1, 0, минус 1, это скорее всего, что вы выбираете. Угу, возможно, кстати, да. Ну, поэточные. Да, вот, кстати, да. Блоко, неправильно, хорошо. Возможно, да, рейтинг какие-то, да. Ну, да, вот, действительно, можно попробовать потом сделать какие-то предположения. Здесь вот не все колонки видны. Возможно, потому что они совершали это. То есть, реально, да, да. А-да, почему-то они решили это сделать. Ну, да, решила, что вообще отсюда нету. Но мне всегда не нравится эти задачи, которые, без пояснения, что... Получаешь, что-то просто задаешь. А, ты хотя бы хоть какую-то мозг, там, логику включаешь. Это, получается, без смену, ну, короче, как-то не нравится. Да. Ну, просто сидим. А здесь просто цифры мы будем сидеть, перебирать базу. Ну, если есть одна идея, я потом, когда как-то все расскажут, я спрашиваю под этим вопросом. Ну, если мне так делала, не стоит, ну, просто... Ну, просто она... Ну, здесь я понимаю, что, Александр, получается, что много перебора у тебя будет. Так, ты нет, ты понимаешь, что зачем мне это вообще, да? Это действительно... Да, где-то не надо, там. То есть можно, конечно, что-то привыкли, или что-то вообще... Да. 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 А здесь сидим. Да. 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 Ну, что же. Давайте пойдем дальше. Посмотрим. Что еще можно сделать? Ну, можно посмотреть название колонок, да, то есть их имена, как правило. Иногда в задачах анализа, то есть в структурированных данных колонки подписаны какими-то осмысленными именами, но здесь данные тоже не обезличены, как хочется. Скрыта структура данных, поэтому колонки просто пронимированы. Вот так. Далее. Вот это интересная операция, я ее прокомментирую. Включение, ну, некого подмножества, если можно так сказать. В кавычках возьму. Вот множество фрейма. То есть если нам кусочек нужный, указываем, здесь мы видим, что используется оператор квадратных скобок. То есть если мы вот так, давайте сначала с этого начнем. Вот у нас есть набор данных x1, да, мы используем квадратные скобки и указываем, какие колонки нам нужны. То есть мы можем не все колонки взять, а только перечисленные в данном списке колонки, то есть в квадратных скобках мы в кавычках перечисляем, какие колонки нам нужны. Но если мы выполним этот код, мы увидим, что у нас вывелись три колонки для всех строк. То есть вот они идут, да, айтишники, первый, третий. То есть в принципе, если вам нужно сократить объем данных, то есть какие-то вы хотите отбросить, вы можете выполнить вот эту операцию. Но в данном случае для глядности второй, да, у нас используется срез, то есть по второму измерению, так как это у нас матрица, вот это у нас первое измерение было, да, подмножество здесь фактически было. И второе измерение срез из первых пяти строк можно было там указать и какие-то другие диапазоны. Можно осуществлять преобразование типов. Но в данном случае пока для нас это не актуально, но может быть потом, когда мы будем данные уже подробно анализировать, наверное, не сегодня, мы будем преобразовывать, то есть, например, из целочисленного типа, потом другой, да. Ну да, абсолютно. Понимаешь, это не число. Да. Здесь у нас для колонки с названием 25 мы выполняем преобразование типов флора. Давайте я подпишу, чтобы у вас набор, арсенал был какой-то, да, то есть сейчас фактически мы занимаемся тем, что мы накапливаем арсенал методов работы с данными в различных форматах, так скажем, да. Ага. Ну, хорошо. Тип данных в колонке. Тип 5. Вот. Да, мы посмотрим бейс-лайн решения до конца. Ну, у меня что-то под диноксом почему-то проблема с памятью, какие-то возникли в джипитер ноутбук, когда он разряженную матрицу создавал большую, у меня она почему-то в памяти не уместилась. Я что-то не успел разобраться с этой проблемой. Посмотрим хотя бы код бейс-лайна. Посмотрим. Так, ну ладно. Тип данных, если вы поменяли, да, напомню, что у нас 25-я колонка была числовой. Вот она, да. Инт 64. Если мы выполним преобразование во флот и еще раз посмотрим, информацию либо Data Types, мы увидим, что у нас сейчас последняя колонка стала вещественной. В принципе, из одного типа можно другой преобразовывать. Так, например, один показал целочистным веществом. Далее, еще вы можете, ну и, кстати, дальше вы увидите в бейс-лайне решение такие, так сказать, применение механизма связанных с log и iLog. Это механизм, который позволяет производить адресацию в DataFrame по номерам строк, именам столбцов и номерам столбцов. То есть, в принципе, log и iLog достаточно похуже, но в случае log, ну, location, судя по всему, да, то есть мы указываем имена эталона, да, давайте я прокомментирую эту строчку. Включить. Прогнет. Перепод множества? Ага. Пока в том, когда iLog и iLog для почувствования не выдают, потому что показывали подмножество. Почему местами он постоянно выгудняется с разныхacутых Такой синтаксис, может быть тоже не один программист разрабатывал, кто-то одним образом параметры указал, кто-то другим образом. Не знаю, почему это намеренно или ненамеренно сделано. А то есть вы имеете в виду вот это здесь, да? То есть сначала столбцы. Да, здесь очень логично, если так просто он столбцы. Потому что сначала берется первый слайд, и берется ось, да, первая ось получается. Сред, берутся столбцы, по среду берутся просто слайд, если это так же. А если брать сразу слайд, вот как второе, то сначала через лог. Не, не, не. Ага. Да, есть, не могу понять. Сначала первый, вот это исходный дата фрейм. Когда мы берем вот этого, мы берем дата фрейм, который содержит три просто колонки. Все, это новый дата фрейм. И теперь вот этого, когда мы берем вот именно слайд по двоеточиям, как сказать, именно слайд, это берется по строкам. То есть здесь уже вот дата фрейм, и он уже берется по строкам. Да, 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 да. Вот это самый обычный срез. Походите с другой столбцы. Да. А мы, кстати, выбираем этот срез. Разницы нет. А можно, кстати, и строки, наверное, да? Нет, но если здесь написать не двоеточие опять, а просто пять. Он будет искать колонку пять, а не строки. То есть если брать уже срез, это строки, а если брать конкретное перечисление, это столбцы. А вот блоки, да, блоки почему? А блоки всегда, блоки и вайлоки сначала идут строчки, а потом столбцы всегда. Да. А столбцы всегда в строке? То есть, ну, а... Ну, да. То есть, наверное, есть разница, что указывается? Он задается нам сюда, а нумерация по администрации? Нет. Там можно что угодно, там могут быть даты, там могут быть строчки, там... Там могут быть и даты, и строчки, и месяцы, там все может, все штука будет. По сути, они никак не отличаются колонкой и как бы индекс, просто как... Ну, понятно. То есть, сначала строчка, а потом... Ну, да, нужно привыкнуть немножко, но, как и в большинстве других языков программирования, первой осью является строчки, да? То есть, есть некоторая операция с даты фреймами, с матрицами, когда мы можем указывать прямо эксис, да? Вот с какой осью мы будем работать, там с нулевой, с первой. То есть, что мы вначале будем указывать, там, строки или столбцы. Ну, это дело привычки. Ну, мы видим, что здесь мы указали список из номеров строк. Ну, здесь тоже можно... Здесь будет, наверное, синтез срезок тоже можно. Вот, да. О, нет, здесь нельзя. Здесь список. Ну, можно полуглить, да, как это может по-другому. А, да, да, что у нас не список, а как это. Ну, да. Пробуем. Да. Ну, и вот. То есть, когда в даты фрейм обращаешься, и указываешь еще скобки, то именно построченное его по слоям. Самое доброе. Да, да. А когда без квадратных столбов, значит, это срез. Квадратные столбки нужно для тех числений. Да, и список значений фактически, да, указывается. Можно указать окно, у кого это произошло? Ну, и здесь мы указываем имена колонок, в кавычках они у нас, да, потому что это тип строка фактически, да, то есть имя колонки строковой. Итак, мы получили фрагмент, это некое подмножество дата фрейма. С помощью iLog выполняется аналогичная операция, но только для столбцов мы указываем индексы, да, ну, i, судя по всему, и индекс, да. Вместо имен столбцов мы указываем индекс, 0 для айтишника, ну, и здесь совпадает имя колонки и номер. Первый, третий, то есть результат, я думаю, здесь очевиден, тоже можно испорить операцию среза. Вот, я думаю, более-менее понятно. Ну, дальше здесь загрузка тестовых данных. Если мы посмотрим их, то здесь он другой. Да, ну, размерности, то есть количество колонок у нас совпадает для первого, второго и третьего набора. Там же четырех тысяч человек здесь. Да, да, да. Ага. Ну, там по айтишникам нужно смотреть, там, для каждого пользователя. Да, и для других человек отличается. Ну, можно потом посмотреть, проанализировать, почему он отличается. Нет, здесь-то в тестовых данных у нас другие же пользователи, да. То есть поэтому это количество. Здесь примерно равномерное разделение 50 на 50, да. То есть здесь же другие пользователи с другими айтишниками. То есть они не обязаны в количестве совпадать данных, получающих в тестовой. Так просто близко попало, то есть они примерно поровну разделили 50 на 50. Обычно, кстати, так не делят, можно тексту взять? Нет, мы не сможем взять из теста, потому что у нас нет Y, так скажем, да. То есть, ну, взять-то можно, но мы не знаем ответа, да, поэтому обучить не сможем. Да, обычно в пропорции там 40 на 60, 60 на 40, 70 на 30, да, то есть обычно обучающих данных все-таки больше. Здесь такие данные предоставлены. Также, если мы посмотрим Y для обучающих выворки, то он у нас содержит для каждого айтишника, то есть для каждого пользователя нет он, в смысле, значение, бинарное значение для класса 1 или 0. Но единственное, что-то меня смутило, почему-то я где-то видел 0.5, да, давайте откроем. Где-то я видел 0.5. Вот, не совсем непонятно, почему здесь 0.5, это что такое? Вот, первое, по-моему, касается этой предсказуемое наблюдение, если мы все-таки бинарное значение подключаем, да, это что? Ну, по крайней мере, в обучающей выборке, в Y у нас вот какое-то третье значение. Далее, если мы посмотрим метод, здесь используется СВД-разложение, вот почему, ну, не знаю, надо подумать, для чего здесь используется. СВД-разложение, в общем-человек, в принципе, гимнаизм так конкретно, они там видят, что с учетом. Но вот самое простое, это, на самом деле, свой токс разложили этот матрик, что я образовываю, скажем, мы же оцениваем эту цену формально. Я тоже так считаю, что, да, чтобы вот, ну, они, а, ну, я не знаю, что за них там в день, я не знаю, но вот представьте, мапы, мы, собственно, дальше не находимся, вот, разложили, да, чтобы вот их потом разложить на них, да, мапы теперь, за... Может быть, как методы главных компонентов? Да. Где у нас так, совсем-совсем вот так барахтается, не значит? Да. Что, уменьшение? 500, сколько там, получается, толсток суммы? Да. А, вот у них, кстати, написано, СВД-транскейтинг, СВД-транскейтинг, да, и компонент 150. Ага, куда? Да, мне кажется, что они, да. Для уменьшения размерности, наверное, да? Смешает, ну, которые совсем там, неочетно. Да. Видимо, это так же. Нет, да, у меня, знаете, у кого вопросов, я просто поясню, вот там есть и категориальные, и количественные признаки, и из нее делают одну матричную и ее расплавную, что мы там там получаем? Какие это данные? Ну, на самом деле, да, я поняла, но они же вот здесь бинарные перемены в данном случае, они, во-первых, как числовые, ну, как категориарные там показаны? Да. И как-то... Как-то... И даже вот я посмотрела, если там удеры, да, они ее уже закодировали минус 1,01. Ну, видно, да, то есть, видите, она уже происходит, как-то обработана. Так, таким образом, что фактически у нас здесь категориальные хоть цветы, или нет, это название здесь существует, и все это вообще не происходит. Ну, понимаете, мы можем просто... Я... Мы, может, это плохо знаем. Но если посмотреть потом на распределение всех признаков, оно будет, наверное, ну, неправильно, то есть, в конечных основных признаков передали, в целом... То есть, в распределении, конечно, у нас не музыка бинарного, просто по-нормальному распределению приводит. Понятно? Да, да. Ну, а какие детства совмещают? Я вот понятен, зачем им это происходит? Как правило, все модели, ну, очень... Да. Они только с числовыми работают. Все динарные, категориальные, они все равно нам нужно играть, как только с числовыми. Ну, да. Один из случаев, как можно привести к числовым, это то, что делать разряженную матрицу, Ну, вот эти и сделали развяжку. А потом тефа, тефа, векам, атерайзер. Да, да, да. А почему они вот так? Нет, видимо, у них уже развяженная матрица была, я так поняла, что-то они разделили. Почему они категориальные? Вот, не сказано же конкретно, вот это вы обратили в категориальные, и в ней 5 категорий. Только во втором, так сказано, дата-сете. А в первом у вас конкретно не указывают. Все, кстати, им, обратите внимание. Если мне сказали категориальные, я смогу в ней 15 признаков, 15 это, значит, я беру 14 разряженную матриц. Если я не очень поняла, видимо, как они сказали, что категориальные, видимо, они их уже закодируют. Если есть минус 1, 0, 1. Иногда так кодируют. Уровни там. Хорошо, конечно, очень спорный вопрос, я к этому так отношусь все. Ну, в общем, потому что не считаешь, что там такое состояние, но так делают уже часто, раз они это сделали. Сейчас у нас числовая матрица. Действительно, мы всякие методы, типа, ну, там, какой у нас ошибок, если нельзя обязательно нормировать, да? Секлот вектор машин, да, например. Мы же не можем там потерять какие-то словы. В меры сетях тоже обычно данные выходы. Да, или костерный анализ, мы скажем, как пример тоже не сможем принять. Важно, скорее всего. Это, наверное, правда. А во-вторых, вот у слова «трамплект» я могла ошибаться. Ну, это высечения. Ну, да, да, я совершенно... Сечения, соответственно, скорее всего, они... Да. Ну, какой-то упрощенный для вычислений. Скорее всего, это... Ну, там они пишут, что ПСА, видите, да, по типу, да, то, что сам чуешь. Ну, это семантика, наверное, сам. Да, да. Там, правда, да, категориальные, бинарные, они все, скорее всего, удивляются. Ну, это бейс-лайн. То есть, как бы, он не должен быть реально хорошим решением, чтобы показать. Ну, всю цепочку, да, пройти, как бы... Ага, ну, да, здесь вот описание. Ну, да, здесь вот описание. Ну, давайте посмотрим здесь. Я тоже согласна, что... Ну, мне, конечно, порой. Да, ну, здесь еще... Интересно, не все тоже методы мне здесь знакомы. Например, SNS-диск-плот. То есть, какой-то график, который они сделали, да. Да, давайте посмотрим. Это из пакета Сиберн, да, по-моему. Если не ошибаюсь. Что это за методы, посмотрим. Аааа... Это... Ааа... Ну, да, выводит... Инстаграмму и вот... Как-то распределение на одном градике. Ну, да. То есть, просто визуализация. Да, вот. Инстаграмму. Угу. И теперь, я думаю, что это... Это нормальное распределение. Угу. 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 Дальше, для примера. Угу. Угу. Позже, поездка. Мало. Лепечиться, да. Здоров. Угу. Интересно. Интересно. Да. Интересно. Мышка. Ага, так. Ну, мы видим, насколько мы видим. Вот видите, не могу ли нас в культуре с вами. Вот. Вот он вертикальный. Не может быть, если например... А, ну, это замечает, да. Инстаграм. То есть распределение, может быть. Хорошо. Так. Ну, давайте, что тут еще? А, вот интересно. СВД-трансформ. Трансформ. Да, что за... Это... Ну, давайте, что тут еще? Такой. Ну, то есть над разряженной матрицей. Уже усеченный какой-то, да. Выполняется преобразование. Так. Интересно. СВД. А, ну да. Ну и потом с полученной моделью. То есть мы создаем модель, ее обучаем. И потом уже... Да. Вот у нас... Описание. Ну да. Ну да. Уже после подготовки. Учения. Да. Ну да. Эта стандартная камера есть на стол, да. Уже происходит... Уже с кастроном, что есть? Ага. Да. А вот они от 8, выключаясь. Какие там колонки с 7, которые больше я уже не видел? Да. Интересно. 5, да. То есть в каждый круг по этой кандиде, да? То есть в каждый круг по 15, да? То есть в каждый круг по 14, да, кто пойти, да, 5? Мы просуммировали разряженную матрицу по осям, то есть через сумму по колонкам, сумму по срокам, потом где больше 5 отобрали. Усеченную разряженную матрицу мы создали. Можно не погружаться в их решение, потому что не факт, что оно какое-то хорошее, а может они дали своему стажеру задание. Слышь, Вася там на конкурсе публикует какой-нибудь бейслайн, и вот он посидел и... Да, да. А что это? Он мне... Он тем более, что не знает, что это за разряженная матрица, как она получилась, поэтому... Почему вот после 5-ти открывается? Что они нулёнка делали? Можно вообще выбрать. А там у нас, по-моему, нет категориальной информации. А, тогда да, тогда 0-1 понятно, да, почему 0-1. И причём для разных идей оно, в общем, многое впечатление имеет. То есть для одного игрушника, в разных штабах, по максимуму дамы. 15 лет начием было. Понятно. 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 То есть, насколько оно качественно будет инфицировать... Да. А теперь понятно, почему люди не делают. Да. Столько будет большой качеств лидов, какая-нибудь. Каждый день нереально будет делать, когда я просто выставляю ее в пилюху. Ладно, есть, а просто считай. Потому что вот сколько там? Там-то сумасшедшее количество. Строк-то, 450 тысяч такое, да, примерно. Ну, там не уровни, это как бы строчек, и можно посчитать, сколько уникального значения там тоже, да. Вот эта матрица, если вода, она как-то получает, типа аппоксимацию. Вот эта матрица. Вот эта матрица. Собственно, что вот эта матрица в нынешнем, можно размножить, что будет произведено в пилюху. А то, чтобы отдать матрица, это будет матрица для диагонализа. А именно дыр. Такое преобразование, оно нам позволяет вид, допустим, в пилетах, именно в пилюхе главных пилотах. Декс и отсечь. Ну, на дыр. Правильно, вот эта матрица. Это раз, а во-вторых, самое же, понятно, что у вас матрица очень простая. Для того, чтобы диагонализа не имею, они являются никаким смысловым, даже не значимым. Правильно, да? В собственном случае, это матрица. А, то есть мы берем, чтобы больше. Да. Да, это матрица. У вас, например, в плате, раскладывает ванну, вы видите, где обязательно платится, диагонализа и платится. И диагонализа, собственно. Да. То есть это упрощает. Да. Работу. Преобразование. А здесь я не хочу что-то отсекать. По сути, мы получаем то же самое матрицу. Просто не разложили, убрали менее значимый тезик. И сколько? Да. У нас получилось. Я поняла. Ну, где-то главный компонент. Надо же видеть. Здравствуйте. Сколько? Сколько? Уникальной категории у нас получилось 134 тысячи, тоже достаточно много. Так что, да. И действительно, вот эта операция, то есть отсечение категорий, в которых хотя бы пять пользователей было, вот судя по всему, да, то есть если это выполнить, можно посмотреть, сколько таких категорий, да, в принципе, с помощью операции с дета-фреймом, из таких можно получить эти категории при желании, в которых больше пяти раз отличается, да. Так, что-то у меня, что мне не нравится. Так, может я испортил он изначально, вот, сейчас смотреть надо, не помню, поменял. А, получается, по сути, они используют методы снижения размерности. Да, ну да, это один из способов, наверное, снижения пространства размерности, на самом деле почти всегда. У вас сигнал очень, особенно если у вас одна из переменных, у меня лучше категорий. Скажите, какая разрядная матемия? Нам почти всегда приходится поменять почти три. И я, например, вы имеете в виду главную компанию. Сколько этой ручки видно, сколько, сам понятно, видно, сколько элементов надо отсекать, да, и видно, самое главное, что вы можете реализовать, примерно все это остальное. А самое главное, что, вот, например, можно будет потом попробовать. Существует анкетично. У нас сейчас проблема, СССР только не имеет до этих идей. То есть, только какому профессиональским, как бы его надо. Есть те, которые не примут? СССР вот так же! Он, он очень долго считает, Спасибо. Спасибо. Если мы как бы знаем, что это параметры, мы можем логически хорошо их исследовать и их нормально выкинуть, лучше делать так? Это дольше или что-то лучше? Ну да, у нас нет здесь описания всех этих признаков. Вот у меня, к сожалению, здесь почему-то в памяти не умещается разряженная матрица. Не ошибку выдаёт мемориеру размерность разряженной матрицы с 8000 строк, 214000 столбцов. И вот, я не знаю, я посмотрю потом, не успел ли я эту проблему решить у себя на компьютере. А может подсказать? Да вы можете скачать его и вместо... Нет-нет-нет, эти строки ваши. А, ну, в принципе, они и есть, да, я только пояснению вносил, как бы, вот эти, демонстрацию работы с дата-фреймами. А так это в ислайне должно быть. Я такая идея развивалась, я сейчас параллельно скажу немножко. По-моему, сменяешься. Тоже летом. Ну, вот, ну, вот. Там задача ваша там, стекла, там, на... Определить... Формальная задача классификации. Выживать, не выживать, рот-рот-рот-рот. Дальше получше, да? Может, это какая-то страна, но там другая немножко модель. Ну, там они еще интересные. Вы сделали, я, наверное, долго не упомянула. Дальше числовой переменной. Ну, понятно, что иногда числовой переменной удобно финализовать. Да? Перелести в одну единицу. Больше капула числа, меньше капула числа. Вот они интереснее сделали. Сначала, ну, то смысл, они работали. Они рот-рот-рот-рот-рот-рот. То есть они рот-рот-рот-рот сделали до анализа 5. То есть у нас же есть результат. Ну, или один, там, или пар был, или нет, или два. Взяли, словно говоря, геомаркер. Да? Какой? И, в общем, посмотрели порог отсечения. Где у меня чаще попадает, при каком значении чаще попадает в единичке, при каком значении. Нашли порог отсечения. И перемену я, получается, разделила. Ну, по нормам и нормам, которые бывают, да? У любого аналога, кроме. А здесь я не делаю так. То есть нельзя ли сделать вот здесь так, что есть какие-то количественные признаки, здесь же есть какой-то количественный признак. Это явно не удивляет, да? Которые можно посмотреть, как он связан с нашими, получаются уже у, да, т.е. таргетами. И посмотреть, в какую долю чаще попадает, и эту переменную потом минализовать. Как я так сказала, у меня модель получилась. То есть понятно, о чем я говорю, да? Да. То есть разделить ее. Более – это значение больше какого-то, там, 0,5, допустим, единиц, меньше 0,5, 0. И в таком более упрощенном виде ее до сухого попадают. Наверное, можно это сделать, да? По крайней мере, у меня получилась модель лучше. Я, как вариант, говорю, в этом запахе. И делаю репешок-четро-канализ. Сначала репешок делаю. Какое репешок? А, это отсечение, получается, чувствительность и специфичность. Точность. По крайней мере. Ну, это нет, это строится матрица такая, да, матрица сопряженности, да? Помните? Нет, не знаете. Один, да? Нет, да. Да. В теории. И считает, да. Сколько у меня совпадений, один, один, да, собственно. Да, да, да. Из нее считаются две метрики, на основании которых строится рациональность. Обычно мы делаем, вот здесь мы роб как раз делаем после, то есть мы задача классификации. Здесь будет по нашей модели рассчитано, а здесь по факту. А можно сделать до. Врачи же делают тоже, они же так нормы-то находят. Так и нормы. Сначала группа говорит, сначала прочитать технический анализ всего этого сета и разбить все эти категориальные на... Не категории, числовые. Числовые длинают. Числовые длинают. Числовые длинают. Числовые длинают. У меня форма тоже не называется. Тоже? Мемориеру выдают, да? А что? Какой шифр выдают? Так. В общем, похоже надо, я не знаю. Если проблема у нас с памятью, то следующее занятие можно договориться в седьмое аудиторию. Вон, допустим. Один, четыре, десять. И по мощнее же вам вы представляете. Я не знаю. Я не знаю. Да? Ну да, да. Ну да, да. Возьмем пятьдесят. Да. Ну, я бы вообще написал первое. Ага. Наверное, да. Я с вас взяла. Он маленький. Он маленький, да? Нет. Вот здесь и здесь можно. Возьмем пятьдесят. Сейчас поменьше. Ну, давайте, да. Можно категории меньше взять, которые не больше. Нет, тогда больше. Пап, тогда уменьшить возьмем, тогда больше больше. Ну да, да, да. Можно. Нет, можно здесь десять написать. Да. Давайте сколько возьмем? Пятьдесят. Давайте попробуем. Да. Размеры сейчас посмотрим. Нет, все равно. Подождите, почему у нас не уменьшилось, интересно? Количество? Нет, нет. Я этот ход упустил, но у нас размер не уменьшился. Давайте ради интереса попробуем здесь десять написать. Будет ли... А, нет, подождите, он уже на каком этапе, на этапе создания разряжена матрица у нас же вылетает-то, да, когда мы берем по вот этой... Может быть здесь как-то не все можно взять строки, может попробуем... Сколько у нас сто тысяч, да, или пятьдесят. что-то написал. Ну как написать? Это прокатит, это прокатит. А, не... Что-то... Так, да, стало меньшее значение, где у нас сломалось это? А, трансформатор. Пойдем. Компонент. Пойдем. На этой строчке у нас почему-то он споткнулся. А, да, наверное, да. Мы не все взяли, да. Надо это здесь тоже ограничить. Вот здесь тоже, наверное, мы должны пятьдесят тысяч подписать. Ага, ну вот у нас, в принципе, что-то отработало. Примерно на восьмой части данных, да, строилось. Здесь можно подальше. Построить валют. Ну и здесь... Давайте, ну я не знаю, сегодня, ох, отвалился у нас бетон. Не выдержал. Как мы построим? Если надо, то, значит, у меня все запускается. А, запускается, да? Да. Потом, наверное, не будем. Нет, сейчас мы, наверное, не будем. Сегодня мы уже достаточно, в принципе, времени посвятили этому. Давайте сейчас подумаем, как построить наши следующие встречи. Я думаю, ты и Александр, какие-то теоретические занятия. Мы тоже будем перемежать вот с конкурсными, может, через одно, через два. То есть два конкурсных, одно теоретическое, одно теоретическое, одно конкурсное занятие. Ну, здесь, что у нас дальше, будем досматривать в исходник, да, или как поступим. Интересно, почему у вас запустило, сколько у вас оперативки? 16. А, 16, может, из-за этого, да, потому что едите 8. У вас там тоже, наверное, 8 гигов не умещается. Интересно, конечно. Ну, там еще операционка, наверное, режет на каждый процесс, она не дает всю память, да. Вот тут. Угу. Угу. Ну, я привыкаю. Уже не будем до конца, наверное, рассматривать. То есть мы какой-то припроцессинг рассмотрели, подготовку уже к построению моделей. Дальше. Ну, здесь, что у нас? А там команда, да? Там индивидуальный зачет, вроде, какой-то, потому что нет. Там, да, нет. Там объединение по команде. Может уже перед окончанием, как на кабле, да, там уже успеет обниматься нужно. В общем, задача отрегистрироваться. Ну, да, зарегистрироваться, посмотрите данные. Вот сегодня мы не рассмотрели визуализацию, в следующий раз, может, мы посмотрим, как там визуализировать, потому что это дает часто пищу для размышлений, то есть с этого данного. Наверное, да. То есть дальше тоже предобработка, наверное, да, и, может, уже модель до конца прогоним вот эту и уже подумаем, что дальше. Да, да, да. Ну, и заодно я могу, если не все драйверы, слушать вот этот партнер. Может быть, да, какие-то фрагменты. Да, да, да. Можно, да, какие-то элементы теории, которые используются, наверное, уже рассмотреть. Правильно. Устроятся только матрицы, первыми полюбятся чьи движутые есть. И вот строятся в грязи. И у нас в нормальной типометрии прочитываются. Ну, рука УК самая простая. А тут еще, я думаю, нет, чтобы они хотят. Ну, здесь очень просто всю грудь, да, если мы посмотрим. На сайте здесь они оценивают по рука УК. Если рейтинг посмотрим, нам пока низкие результаты получают. 60%. Ну, да. Диоретически, 60%. У Воронов это из Академии Яндекса интересно или нет? Уже есть такой. На Уклайдинг-компорт с участвует, там было 006. Это самое лучшее. Уклайдинг-компорт с участвует. Нет, там смотря камер. Там медленно по-своему, да. Уклайдинг-компорт с участвует. Уклайдинг-компорт с участвует. Уклайдинг-компорт с участвует. Ну, что, можно на сегодня завершиться, да, и, может быть, в понедельник тогда мы посмотрим реализацию, как действительно разведочные анализы, какие-то элементы теории какие-то, да, рассмотрим пару каук. Ну, и да, и там медленно по-працтут. В принципе, мы не знаем, мы, наверное, все. Не все знают, правильно? Интереснее будет работать на курсе, да, потому что, в принципе, можно взять, там, просмотреть какой-то готовый курс по теории, и мы лучше будем больше практики делать. Спасибо на эту книгу. Не System Communication.